Пока город спит, надо успеть навести чистоту. Более 10 лет Ахмат занимается вывозом мусора, на каких только машинах не работал. Говорит, современная техника значительно упрощает уборку, но жесткий график остается неизменным. Встаем в 5 утра, на первой точке должно быть в 7. Загружаемся, полную машину вывозим на переработку и обратно на базу. Региональные операторы вывели на улицы Подмосковья новую спецтехнику – мусоровозы, бункеровозы, ломовозы, мультилифты. Для каждого вида мусора своя машина. Теперь погрузка баков с отходами не требует особых усилий. Вот сюда устанавливается бак, а вот это поднимать кнопка. Высыпает бак в ванну. Высыпался, опускаем. И загребаем, прессуем мусор в бункере. Процесс полностью автоматизирован. Наша техника не хуже зарубежной, утверждают специалисты. Мы, конечно же, ставим ставку на российскую технику, на качественную российскую технику. В том числе и группа КАМАЗ, которая также входит в концерт и является одной из начальних структур госкорпорации. Поэтому также мы осуществляем свою деятельность и даем профессиональный заказ на такую технику, на ее доработку постоянно. И каждый раз техника лучшего качества, с лучшим оборудованием. Такие машины не только значительно облегчают работу по погрузке мусора, благодаря им отсортированные отходы отдельно везут на переработку. Та техника, которую вы видите, начиная от бачков, техники, сортировочных комплексов, перерабатывающих комплексов, это все требует очень больших вложений и вопросу рентабельности. Создание целой отрасли требует огромных ресурсов. Новую технику представили в ходе прямого включения губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Рассказали о развитии системы раздельного сбора, вывоза и вторичной переработки мусора. До конца года начнут работать еще 109 единиц спецтранспорта компании «РТ-Инвест». Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».